И кто зарабатывает уже какие-то деньги? То есть кто понимает, что в принципе денег ему достаточно, но что-то не так. Я недавно тут был на конференции, которая называется Icon. И на этой конференции собрались именно не профессионалы выступлений публично, то есть не тренера, которые уже профессионально тренируют студентов, людей по тому, как добиваться каких-то целей, открыть бизнес и так далее. На этой конференции были просто бизнесмены. То есть просто те, у кого есть один или несколько видов бизнеса, и которые, в принципе, по которым можно сказать, что они в жизни добились успеха. Кстати, на этой конференции я заметил одну очень забавную штуку. На презентации, которая показывалась тем, кто пришел, была написана конференция о интернет-бизнесе. Не конференция о интернет-бизнесе, а конференция о интернет-бизнесе. И увидев это, я понял, что действительно для того, чтобы быть в жизни успешным в плане финансов, далеко не обязательно оканчивать вуз или учиться в школах, потому что все равно в любом случае в школах и в вузах этому не учат. Не учат тому, как действительно надо зарабатывать деньги, как в жизни прорываться, решать какие-то проблемы и так далее. Так вот, несмотря на то, что вроде бы выступали не тренера, а просто те люди, у которых есть свой бизнес, через них транслировалось, через всех выступающих транслировалась в залу одна и та же мысль. Практически одна и та же мысль, которая заключалась в том, что нужно делать то, что вам нравится. Я тоже недавно столкнулся с этим. Скажу честно, мне не нравится вести вебинары. То есть я имею в виду онлайн какие-то тренинги. Почему? Потому что во время этих тренингов от аудитории не получаешь обратной связи. Обратную связь получаешь, но в виде символов, не в виде эмоций, не в виде аплодисментов, не в виде смеха над твоими шутками, не в виде чего-то еще такого, что можно заметить вербально или невербально. Все, что можно получить, проводя именно онлайн мероприятия от аудитории, это либо плюсики, либо минусики, либо какие-то цифры, либо какие-то вопросы. И то в текст он видит. Если вы занимаетесь тем, от чего вы не получаете кайф, драйв, удовольствие, то даже если вы будете зарабатывать много денег, то со временем вы столкнетесь с такой ситуацией, что вам будет лень продолжать заниматься тем, чем вы занимаетесь. Большая часть людей думает как? Вот они заработают много денег и будут жить счастливо и припевающе. Но на самом деле это не так. Когда вы заработаете достаточное для себя количество денег, вы поймете, для чего вам нужны были деньги на самом деле. В этот момент вы поймете, что то, что вы хотели получить в жизни, обладая деньгами, нельзя получить, обладая деньгами. И по сути в этот момент деньги станут вам не нужны. Деньги это как инструмент, который позволяет улучшить уже то, чем вы обладаете. Улучшить ощущения от того, чем вы обладаете. А нет, это не основной инструмент. Из-за которого люди становятся счастливыми, жизнерадостными и так далее. И поняв это и придя к этому, вы уже начнете искать себя. Начнете задумываться над тем, что именно вы хотите делать. Чем вы хотите заниматься. От чего вы получаете удовольствие. От чего вы испытываете в жизни радость. И ваша основная задача в этот момент будет совместить то, что вам нравится. От чего вы получаете кайф. От чего испытываете удовольствие. С тем, на чем вы зарабатываете деньги. Я не говорю не заниматься тем, что вам не нравится, но приносит деньги. Можно этим заниматься. Но только если параллельно вы занимаетесь тем, что доставляет вам кайф. Если этого не будет, то со временем вы потеряете весь стимул, потеряете мотивацию. Потеряете вообще возможность заниматься тем, что приносит вам деньги. Потому что это не будет вам нравиться. Идеальная модель это совместить ваше хобби, ваши интересы, ваши увлечения. То, от чего вы получаете кайф. С вашим продуктом, услугой, сервисом и так далее. Когда это будет как одно целое, или может быть отдельно друг от друга, но существовать вместе, тогда будет круто. Тогда вы будете и хорошо зарабатывать, и при этом испытывать от этого удовольствие. Потому что если вы просто будете зарабатывать, делая то, от чего вы не испытываете кайф и не получаете удовольствие, то вы просто перестанете это делать. Я еще такой человек, я не могу делать одно и то же. То есть, мне постоянно нужно делать что-то новое, что-то новое узнавать, развиваться в каких-то разных направлениях своей жизни. И поэтому, вот многие говорят, да, заработал денег на каких-то определенных вещах, там, сделал раз, два, три, получил результат, заработал денег. Повтори это. Если деньги кончаются, там, и нужно опять заработать, повтори. Вот я не могу повторить. Мне нужно, я знаю, что если я повторю, деньги будут. Но я не могу этого повторить, потому что мне нужно постоянно делать что-то новое. Что-то новое в жизни, что-то интересное, неизведанное для меня. И в этом я вижу, как бы, в этом, это мне доставляет удовольствие. Если я начинаю постоянно делать что-то одно и то же, то это перестает мне со временем приносить удовольствие. В общем, если у вас есть свой бизнес, и вы хорошо зарабатываете благодаря нему, но не получаете по какой-то причине удовольствие от того, что зарабатываете, да. Потому что у меня какая ситуация тоже была. За один месяц было заработано на одном продукте 680 тысяч рублей. И заработав эти деньги, я просто потерялся. То есть я не знал, во-первых, что мне делать с этими деньгами, потому что те цели, которые у меня были на тот момент, я понимал, что я не добьюсь этих целей благодаря деньгам. Этих целей нужно добиваться другим немного способом. Хотя раньше я думал, что могу. Вот. И я просто потерялся. Я не знал, куда мне направить эти деньги. Я не знал, для чего они мне. Я не получил удовольствие от того, что я заработал. Я не получил удовольствие от того, что несмотря на огромное количество вложенных сил и энергии, я не реализовал того, чего хотел. И в такие моменты начинаешь просто задаваться вопросом, а что ты хочешь? А кто ты такой? А что тебе нужно? И когда ты не находишь сразу ответов на эти вопросы, это страшно. Я не знаю, каким образом это объяснить так, чтобы было понятно, если вы этого еще не испытывали. Но если вы испытывали уже подобное ощущение, то знайте, что вам нужно просто найти то, что вам нравится, найти то, от чего вы будете получать удовольствие, и совместить это с вашим бизнесом. В таком случае вы, то, от чего будете получать удовольствие, будет давать вам дополнительную энергию и мотивацию, продолжать этим заниматься, продолжать это делать. А благодаря вашему бизнесу вы сможете, используя такой инструмент, как деньги, улучшать и увеличивать тот кайф, который получаете от того, что делаете, от того, что вам дает удовольствие, радость и так далее. Также хочу добавить, что не стоит мешать в кучу такие вещи, как чувства, эмоции и что-то в этом духе, что вы переживаете в жизни, в отношениях с друзьями, девушками, семьей, родственниками. Мешать это с бизнесом, как-то связывать. Вот когда вы занимаетесь бизнесом и занимаетесь делами, вам нужно сконцентрироваться только на этом. Это должно быть приоритетнее всего остального, приоритетнее даже вас самих. Когда вы именно проводите время с семьей, когда вы именно живете, тогда вы напрочь должны забывать о бизнесе. Если у вас все это будет перемешано в жизни, в течение дня вы будете отвлекаться постоянно, то на работу, то на семью, то на друзей, то еще на что-то. Это будет очень непродуктивно и в конечном итоге вы можете сломаться. Поэтому я рекомендую вот эти вот сферы вашей жизни разделять, несмотря на то, что они связаны, по идее, то есть бизнес зависит от того, насколько у вас хорошо все с семьей или с друзьями или еще где-то, а в семье с друзьями зависит от того, насколько у вас хорошо в бизнесе. Эти вещи в жизни для себя нужно разделять и уметь расставлять приоритеты в конкретные моменты вашей жизни, когда и что для вас является наиболее приоритетным. И в зависимости от этого уже заниматься тем, что на данный момент для вас является приоритетом, не отвлекаясь ни на что другое. И на самом деле, когда вы сталкиваетесь с ситуацией, когда вам нужно найти то, что вам нравится, то, от чего вы получаете радость, вы понимаете очень важный момент. В любом деле важнее всего не та прибыль, которую вы заработаете, не те деньги, которые вы заработаете. Гораздо важнее именно человеческий ресурс, гораздо важнее команда, которую вы соберете на старте вашей всей идеи, которую вы соберетесь реализовать, гораздо важнее люди, которые вас окружают, с которыми вы вместе все это воплощаете. Это все гораздо важнее. Гораздо важнее получать удовольствие от общения с этими людьми, гораздо важнее давать людям какую-то ценность, я имею в виду клиентам. Вот когда вы клиентам даете какую-то ценность, и видите, что это клиентам нравится, и видите, что все это вы сделали командой и единым, это реально кайф. Это, ну, в такие моменты просто забываешь о деньгах. И деньги не становятся целью. Деньги в этом случае приходят сами собой. С вами был ВВ, я спалил вам еще одну фишку. Пока!